Виктор Суворов. Мы еще увидим, как рухнет Россия. Историк Виктор Суворов недавно создал аккаунт в соцсетях, где опубликовал главы еще не изданной в Украине книги «Змеи и ед». Если коротко, это история о том, как чистили ряды комитета госбезопасности, но в этой истории есть что-то от рыцарского романа. Есть любовная интрига, есть красивые танцующие, умеющие превосходно драться девушки, а есть подробности КГБшного быта, речи, есть детали этой жизни, которые может поведать только человек из этой системы. Мы пообщались с писателем на темы этого и не только этого сюжета, потому что все, о чем пишет Суворов, остро резонирует со современными событиями, убийством Немцова и закручиваем гаек в России, не объявленной войной на Донбассе. Террор – способ ротации для диктаторов. Я читаю главы из вашего нового романа «Змеи и ед» об интригах и чистках в спецслужбах России. Раньше вы писали, что с помощью террора Сталин очищал и партию, и армию, и это якобы можно считать своеобразным позитивом. По-вашему, такой террор действительно сохранял боеспособность вооруженных сил. После того, как я выпустил ледокол, сразу же посыпались такие вопросы. Как это Сталин мог готовить нападение на Германию? Ведь он же уничтожил великих могучих полководцев. Там такой Тухачевский был, такой он гениальный. Там был такой Екир гениальный. И этими вопросами пытались опровергнуть ледокол. Поэтому мне пришлось заняться вопросом. Я изучил то, что было до Второй мировой войны в Советском Союзе. Я очень серьезно вникал в эти годы. А 1934-38. Изучал, что там происходило и почему. И когда у меня появились какие-то хорошие документы, я написал книгу под названием «Очищение» о том, как Сталин чистил НКВД. Почему он чистил Красную Армию. А иногда у меня есть очень хороший материал, но нет документальных доказательств. Когда я не могу читателю своему сказать, вот это взято в таком-то документе, в таком и таком, тогда я излагаю то же самое, но в виде повести или романа. И пишу в начале «Не верите, примите за шутку». Вот и все. Уж сами решайте, насколько это правда, насколько выдумка. У меня есть такие документальные книги, как «Самоубийство», «Очищение», «Святое дело», «Ледокол», «День М». Но есть и художественный или малохудожественный вымысел. Это уже решать читателю. Были ли необходимы эти постоянные чистки? Да, с моей точки зрения. Совершенно необходимы, ибо в демократическом государстве существует механизм обновления власти. Прошло 4 года, у меня в Великобритании и выбирают нового премьер-министра. Вот у нас лейбористы, вот консерваторы. Появляется новая партия, какие-то там социал-демократы. Очень быстро появились и отошли. Сейчас появилась новая партия независимости, чтобы выйти из бюрократической Европы. То есть происходит постоянная ротация там наверху. А при тоталитарном строе, как было у товарища Ленина, как у его преемника товарища Сталина, ротации и выбора у народа нет. И тогда сидит наверху великий вождь, и он обязан чистить. То есть делать эту ротацию насильственным образом. Люди, которые дорвались до власти, они оттуда уходить не хотят. Они там обосновались, поэтому диктатору совершенно необходимо их оттуда выгонять силой. А они держатся за свои места. И тогда начинается большая кровь. Либо диктатор уничтожает правящий класс, меняет его насильственным образом, либо правящий класс уничтожает диктатора. После Сталина прекратилась эта насильственная ротация. И что мы получили? Мы получили самый настоящий застой. Уже вот Брежневская эра и называется застой. Ибо сидят большие начальники по 20 лет, по 30 лет. Я в одной из своих книг даже привел статистику. Допустим, начальник главного разведывательного управления 25 лет на одной и той же должности. Или посмотрите, товарищ Громыко, министр иностранных дел, тоже там десятилетиями. И члены политбюро. Как туда попадут, то и сидят там уже до полного маразма. Так вот, книги эти, повторяю, это в какой-то мере художественный вымысел. Но я стараюсь придерживаться все-таки какой-то исторической правды. Но вы в Змеееде приводите цифры. Перед началом Великой Чистки в высшем руководстве НКВД был 41 комиссар госбезопасности. Из 7 комиссаров ГБ 1-го ранга были арестованы и расстреляны 7-ро. Из 13 комиссаров ГБ 2-го ранга арестованы и расстреляны 11-ть. Да, это правда. Тут уже никуда не уйдешь от правды. Был 41 комиссар государственной безопасности, 1 генеральный комиссар товарищ Ягода, 7 комиссаров 1-го ранга, 13 комиссаров 2-го ранга и 20 комиссаров 3-го ранга. Из них пережили Великую Чистку только 2 человека, а после смерти Сталина один был расстрелян, а один умер в сумасшедшем доме. То есть из 41-го человека вот того первого набора своей смертью умер только один, и то благодаря сумасшедшему дому. Этот период нашей истории относительно мало знаком молодому поколению. И вторая причина, от чего я пишу это в виде повести и романа, заключается в том, что история человеческая, и особенно история нашей страны, в то время это была единая страна, Украина и Россия. Это был Советский Союз. Так вот, история, она безумно интересна, и чтобы пробудить интерес к той истории, я прибегаю вот к такому простому методу. Я излагаю ее в виде романа или повести, а чтобы пробудить у молодого поколения интерес к тому, что случилось. Это наше прошлое, мы обязаны его знать, и я пишу, я доказываю, я стою на той точке зрения, что хорошая книга оценивается только по одному параметру. «Хорошая книга должна быть интересной». Точка. Мне говорят, хорошая книга, она же должна быть умной, она должна быть зовущей, она должна быть содержательной. Я с этим всем согласен, но если мы сумели сделать книгу интересной, значит мы добились всего. Вы всегда преподносите разведку, контрразведку СССР, как что-то логическое и стройное. Но какая логика в том, чтобы постоянно убивать? Троцкого убили, Бандеру убили, Новодворскую убили, Старвойтова убили, Литвиненко убили, Немцова, наконец, убили. Вот скажите, какой смысл убивать поверженного или не опасного врага? Дело в том, что существует две разведки. Одна это военная, есть ГРУ, а в настоящее время в России и в мое время была, и существует контрразведка в виде КГБ, в мое время НКВД. ГРУ никогда, насколько я знаю, никому не мстила. Там ставилась задача добывания и обработки информации. И если я добыл информацию, значит уже успешен. А происходило это от того, что ГРУ – это часть военной разведки, а армия защищала государство от внешних врагов, а КГБ, НКВД и ВЧК защищало страну от внутренних врагов. Поэтому они так кровавы. Я должен сказать, что между ГРУ и КГБ существовала большая разница. Им нужно было сохранить режим от внутренних врагов. Даже если Александр Исаевич Солженицын находится в Вермонте в США, он мутил народы Советского Союза. И хотя он и находится далеко за тысячи километров на другой стороне нашей планеты, все равно он внутренний враг. Его нужно как-то нейтрализовать или оболгать и так далее. Почему у НКВД была вот эта традиция убивать? Чтобы запугать всех остальных. Убийства политически осуществлялись в широчайшем диапазоне, и они могли находиться на разных краях этого диапазона. Или же мы убиваем так, чтобы никто не догадался, что это убийство, как Степана Бандеру, недемонстративно. Или же это убийство должно происходить так, как убивает мафия. На ступеньках областной администрации, среди бела дня, на глазах полиции, телекамер, из автомата, так, чтобы говорил весь мир. Вот как убит Немцов. Для ГРУ убийство было одним из методов работы, но он использовался не для того, чтобы кого-то запугать, а для того, чтобы кого-то нейтрализовать. Или вот еще одна цель. Существует, например, дружеская страна Афганистан. Если почитаете нашу прессу до 1979 года, то там вы увидите, что Афганистан никогда не назывался просто Афганистан. Он назывался Дружеский Афганистан. И вот вдруг решил кто-то там наверху, что этот дружеский Афганистан, Ридну Афганщину, нужно вот пристегнуть к себе. И тогда происходит убийство высшего руководства, государства. Это не от того, что мы такие кровавые, а от того, что ставится боевая задача – убить. В убийстве Немцова вы обвиняете ФСБ? Я обвиняю ФСО, Федеральную службу охраны. Раньше, когда-то, это было управление внутри КГБ, которое занималось охраной вождей. После крушения Советского Союза, эта Федеральная служба была выделена из состава КГБ и переименована. Сейчас это отдельная секретная служба, которая занимается охраной президента и других высших должностных лиц. Кремль находится под контролем Федеральной службы охраны. И все правительственные трассы, замоскворецкий мост и все эти мосты через Москву-реку, конечно, это прямая ответственность ФСО. На соседнем мосту, кстати, какие-то ребята хотели повесить украинский флаг. Их повязали прямо сразу. Они начали разворачивать этот флаг. А тут идут какие-то прохожие просто, и вдруг эти прохожие все превращаются в тайных агентов, и все бросаются на этих ребят. И их тут же крутят прямо в 10 секунд. Не успели они там ничего развернуть. Как удалось кому-то убить на правительственной трассе рядом с собором Василия Блаженного, который прямо в кадре, рядом с кремлевскими башнями. Спаская тут прямо. И ФСО никого не арестовало. Извините. Или же этих ребят нужно разогнать всех к чертовой матери, арестовать начальника самого главного и посадить его. Или же это сделали они. Соответственно, по приказу вышестоящего начальства. А подчиняются они прямо товарищу Путину. Скажите, а вы верите в возможность дворцового переворота в России? В то, что все-таки найдутся сильные люди, которые захотят устранить причины наших бед? Я не просто верю. Верю это слишком пресно, слишком мягко сказано. Я свято верю в то, что дворцовые перевороты не только возможны, они всегда будут. Это не только традиция, это единственный способ смены руководства. Другого просто нет. Моя последняя книга о Жукове «Облом» посвящена светлой памяти Абдурахмана Автарханова, который первым раскрыл тайну убийства Сталина и доказал, что Сталин был убит. Если товарища Сталина убили, что уж какого-то Путина. Ну, тут извините. Вы знаете, я подумала, что если мы наконец посмотрим Лебединое озеро в связи с кончиной измельчавшего вождя, то вы сможете приехать в Украину. Тогда уже можно будет с чистой совестью вас приглашать. Спасибо огромное, но этого большого кремлевского начальника и всех их я не боюсь. Существует другая причина. В Эстонии, Литве, Латвии опубликовано по 15-16 моих книг, а в Польше 17 или 18 в переводе. Книги вышли в Греции, Испании, Португалии и так далее. Самая отстающая в этом отношении страна Украина. И мне очень больно и жалко. Говорю, ребята, ну неужто вам неинтересно? Хорошая книжка. Стараюсь я. Но в Украине вышло 3 или 4 на мове. И я зарекся, что пока большая часть не выйдет, не приеду. Мне говорят, ну мы ж по-русски читаем, я согласен, но мне бы хотелось, чтобы и по-украински. Пока у меня 5 контрактов на украинские переводы, 3 или 4 книги вышли. И еще 1-2, наверное, вот на подходе. Никакой Великой Отечественной войны не было. Мы в мае будем праздновать 70 лет победы. У меня такое смешанное чувство. С одной стороны, я смотрю французские кадры, что Париж встречал гитлеровцев цветами, а мы все-таки воевали и победили. Но эту нашу победу с россиянами мы не сможем праздновать уже никогда. Она уже никогда не будет для нас общей. И с другой стороны, мы все читали Суворова, и знаем, что героизм не исключает того факта, что наш людоед Сталин хотел начать войну первым. Вот как бы вы расставили исторические акценты для своих внуков? Вы, кстати, фотографию внучки впервые опубликовали в Фейсбуке. Как вы объяснили, для внучки? Для рыжей внучки? Смеется. Прежде всего, если у нас зашла речь о датах, то давайте вспомним, что на днях 13 марта 2015 года исполнилось 75 лет окончания Зимней войны Советского Союза против Финляндии. Это была бандитская война против суверенного государства, которое нам ничего плохого не сделало. Эта война имела катастрофические последствия для Советского Союза. Из-за того, что Советский Союз напал на Финляндию, он сделал ее своим врагом. Сначала была попытка сразу после Октябрьского переворота Финляндию сделать советской, потом были 1939 и 1940 год, а Зимняя война. А 25 июня 1941 года Советский Союз третий раз напал на Финляндию. Вы представляете, 25 июня, все трещит и валится, и в это время Советский Союз нападает на Финляндию, а в августе месяце СССР вводит свои войска в Иран. В это время Гитлер завершает грандиозное киевское крушение. Захватили там 664 тысячи бойцов и командиров Красной Армии, неимоверное количество танков, артиллерии, боеприпасов, различных других запасов. Представляете, а товарищу Сталину нечего делать, вон он в Финляндию и в Иран полез. Так вот, чтобы понять вот эту Великую Отечественную войну, расставим акценты так. То есть, никакой Великой Отечественной войны никогда не было. Была Вторая Мировая война. Правильно я понимаю? Да. Кто придумал Великую Отечественную? Зачем ее вычленили из Второй Мировой войны? Придумал это товарищ Сталин. А зачем? А затем, чтобы все преступления начального периода Второй Мировой войны забыть. Вторая Мировая война началась разделом Польши в 1939 году. Этот раздел был совершен не в имперской канцелярии, а в Кремле. Гитлера там не было. Там были товарищи Молотов, Риббентроп и Сталин. Они разделили Польшу и тем самым развязали войну. Далее Сталин обманывает Гитлера. Гитлер вступил туда, что мы разделили. Это тебе, это мне. Гитлер начал, а Сталин говорит. Ой, я не готов. Вот и вся вина пала на Гитлера. После этого последовала Финляндия, после этого Бессарабию оторвали от Румынии, Эстония, Литва, Латвия и так далее. То есть Советский Союз атаковал всех западных соседей, и это была преступная война. Советский Союз был участником Второй Мировой войны с самого первого дня и даже раньше. Как только подписали 23 августа документы разделе Польши, с этого и началась Вторая Мировая война. И Сталин агрессором был с самого начала. А потом Гитлер, сообразив, что здесь происходит, и поняв, чего ему ждать, напал первым. И Сталин вот это нападение использовал в качестве пропаганды. Давайте забудем, как мы напали на Польшу, вдохнули ей нож в спину. Давайте забудем Финляндию, как мы на нее напали. Давайте забудем, как мы уничтожили Эстонию, Литву и Латвию. Давайте забудем, как мы оторвали Бессарабию и Северную Баковину от Румынии. И давайте считать войну с 22 июня. Вот на нас напали, ой, какие мы бедные, Великая Отечественная Война. Советский Союз начинал войну как агрессор и завершал ее как агрессор. Вы выступали на разных лекциях в постсоветских странах со своей концепцией. Как люди ее принимали? Однажды выступаю я по телевидению, идет прямой мост из Лондона в Киев. Сидят там мои сторонники и мои противники. И встает противник и говорит, что ты нам рассказываешь, как Сталин напал на Польшу. Это он вернул назад и присоединил Западную Украину и Западную Белоруссию. Это никакая не агрессия, а он присоединил украинские земли к Украине, а белорусские земли к Белоруссии. А я тоже злой. Я ему ответил, что товарищ Сталин Западную Украину к Украине не присоединил и Западную Белоруссию к Белоруссии не присоединил. Он их присоединил к Советскому Союзу. А это большая разница, согласитесь. И власть там была не украинская и не белорусская, а власть была советская. Власть была чекистская, кровавая, антиукраинская и антибелорусская. И сразу же начались там страшные чистки с уничтожением тысяч людей. А затем и с депортацией людей из Западной Украины и из Западной Белоруссии. Попробуйте возразить. Так вот, я своей внучке расскажу так, что Великая Отечественная война – это пропаганда. Была Вторая мировая война, в которой Советский Союз участвовал с самого первого дня как агрессор. И завершил Вторую мировую как агрессор. Между Советским Союзом и Японией был подписан пакт о нейтралитете, а не нападении. И пока Советский Союз рушился, болился, Япония вот этот договор соблюдала. А потом Советский Союз разгромил Германию, а Япония была уже почти разгромлена Америкой. То вот тут товарищ Сталин взял и напал на Японию. Так вот, мирного договора с Японией подписано не было, потому что Япония до сих пор не признает захват тех территорий, которые принадлежали японцам. И скоро вот эти победы Советского Союза в Великой Отечественной войне обернутся для России большой кровью и большими потерями. Япония скоро вспомнит о том, что Сахалин, Курильские острова – это все-таки не Россия, а Япония. Пока Россия сильна, Япония молчит. Как только начнутся в России большие проблемы, Япония о своих землях вспомнит. Так же, как Кенигсберг, попольский королевец, был передан Советскому Союзу на 50 лет с 1945 по 1995 год. И Кенигсберг, который Калининград, он должен быть возвращен к Германии. Но Германия молчит пока. Большой стратег, товарищ Путин, открыл ящик Пандоры. Кстати, про Пандору. Своей внучке я подарил маленького щенка овчарку. Овчарка не просто немецкая, ушки вверх, а она лохматая. Среди овчарок внутри этой породы есть такая как бы разновидность – очень пушистая овчарка. Ну, и я спросил, как ее назовем? И она мне говорит – Пандора. Поэтому будка собачья называется Пандора – ящик Пандоры. Сейчас уже Пандора выросла красавицем. Путин открыл ящик Пандоры. После Второй мировой войны, после великих побед Советского Союза в Великой Отечественной войне, было как-то неофициально признано, ребята, давайте не вспоминать старое, давайте не трогать границы. Вот как оно сложилось, пусть так оно и остается. И вот Путин это равновесие нарушил. И как только он оторвал Крым от Украины – хорошо, это плохо, давайте про это не будем – он нарушил равновесие, вот что страшно. И теперь понесется. Финляндия скажет – а вы у нас отобрали Выборг. А немцы скажут – а вы у нас забрали Кенигсберг. И в 1995 году должны были его вернуть. 20 лет назад, так что верните. И Япония, и Китай, мало ли кто еще. Равновесие Путиным нарушены. И это ему. Очень скоро икнется. Я не знаю, но на этом свете или там в аду, где его будут жарить в Сомале. Моя любимая песня «Никогда мы не будем братьями». Вы думаете, Россия все-таки еще переживет какой-то свой распад? Да? Я мыслю как разведчик, хоть и беглый, но все-таки. Мой хороший учитель, полковник Землянский, мне говорил – ты ищи всегда правила. В этом правиле ищи исключения. Постарайся понять, почему это исключение есть. Какая причина и где нужно искать новое исключение? Еще говорит – ищи тенденцию. Вот есть одно событие, другое. В каком направлении идет развитие? Тенденцию улови. Так вот, какая тенденция? Существовал сверхмощный социалистический лагерь во главе Союзом Советских Социалистических Республик, экономическая, политическая и военная сверхдержава и его верные друзья. Польская Народная Республика, Чехословакия, Германская Демократическая Республика, Венгрия, Болгария и тому подобное. И вдруг все это рухнуло. В это время наши вожди должны были сесть за кругом столом и решить – ребята, что-то мы делаем неправильно, давайте найдем причину развала. Но ведь никто никогда не сел за стол и не задал вопрос – что с нами не так? Не было таких дебатов. Если не знаете, обратитесь к ученым, к прессе, обратитесь к народу. Что-то с нами было не так. Так, давайте найдем ошибку и устраним, ибо как-то странно все это дело рухнуло. Проходит два года и рушится Великий Советский Союз. И после этого Ельцин должен был задать тот же вопрос – что у нас не так? Что-то надо менять, но ведь ничего же не менялось. Остался все тот же совок, только разрешили воровать открыто. Раньше потихоньку и понемногу, а сейчас открыто и помногу. Вот разница. Если так, то тенденция – вот она. Был Великий Социалистический Блок – он рухнул. Был Великий Советский Союз – он рухнул. Осталась Великая Россия – что с ней будет? Она рухнет. Рассыпется – она развалится. И я больше скажу, что на нашем веку мы до этого доживем. И никуда она не денется. Идет вымирание русского народа. Идет деградация – умственная, эмоциональная, интеллектуальная деградация народа и его элиты. Вы посмотрите на них. Если в Украине что-то не так, украинский народ выходит на Майдан и свергает воров, преступников и выгоняет. А если это происходит в России, то русский народ говорит, что это госдеп. Там какой-то сидит злой дядя Обама. А что он нам тут мешает? Этот год был для многих наших журналистов годом реальной потери близких друзей из России. Песня моя любимая сейчас. «Никогда мы не будем братьями». Вы знаете ее? Там это сказано точно. Никогда мы не будем братьями. Активность в соцсетях показывает, что война Украины действительно народная. То, что мы все болеем, подсказываем генералам, комментируем в Фейсбуке военные операции, аналитики дают в соцсетях про Чухан и Генштабу. Вы считаете это положительно для нашей военной истории, для этой войны? Это индикатор того, что война народная. Это не какие-то там шурики сидят в Генштабе и стрелки рисуют. Это говорит о том, что народ весь болеет, поддерживает, встречает бойца и приветствует его. Народ обсуждает ошибки руководства. Народ неравнодушен к этой войне. Вы посмотрите, когда Россия воевала в Чечне. Вот сравните отношения народа. Какое отношение? Чтобы моего сыночка, чтобы туда не послали. А то, что там вернулся без рук, без ног боец из той Чечни. Да кому это надо, если это не моё? Никого это не интересовало и не трогало. А тут идёт народная война. Приветствую это, приветствую. Конечно, нельзя раскрывать каких-то военных секретов, но не раскрывать, допустим, у нас вот такое оружие и мы находимся вот здесь. Однако, повторяю, это война народная, поэтому украинский народ непобедим. Как вы думаете, этих так называемых лидеров ЛНР, ДНР убьёт со временем российское руководство или нет? Или они как-то будут их ещё использовать? Каким видите их будущее? У них нет будущего. Они не доживут до Нового года. Я смотрю, российское телевидение, вот вчера было, уже показывает карту и написано Донецкая область. Смотрю в телевизор, стойте, остановитесь, Донецкая область. По московскому телевидению вчера показывали Донецкую и Луганскую область. Никаких ЛНР, ДНР. Эти ребята кончены. Никому они не нужны. Уже официально объявлено, что этих людей пускать в Россию нельзя, потому что они несут с собой агрессию. Это же съехавшие с катушек, вкусившие кровью убийцы. Это люди, уже знающие, что можно с автоматом в руках взять деньги, водку, бабу, взять наркоту, машину, никого не спрашивая. Человек, проведя год в такой обстановке, отравлен навсегда. Он уже не может стать нормальным. А мне приходилось говорить с ребятами из ГРУ, спецназовцами, которые участвовали в каких-то подобных делах, когда у них была власть над жизнью и смертью другого человека. Мне надо было понять их психологию. И вот эти ребята говорили, не знаю, что дальше делать, но мне вот хочется так жить. Кстати, в Змеи-Еде одна строчечка про это есть. Что тот, кто вкусил крови, он становится своего рода наркоманом. Он от того отойти не может. Это Чикатило уже, который будет убивать. Скажите, а вам как кажется, Украина понемногу учится воевать? Вы видите, что есть какой-то прогресс в наших стратегиях, тактиках? Украинский народ знает, как бороться за свободу. Украинский народ добился этой свободы. Ребята стояли на Майдане, стояли на смерть. Были готовы умирать и умирали. Представляете, если я буду им давать какие-то советы, ведь большинство из них выжило. И эти ребята рано или поздно, я в это свято верю, они разберутся с теми некомпетентными товарищами, которые, сидя в кабинетах, управляют вот этой войной. Вы на фейсбуке впервые показали фотографию своей жены, а мы, помняв ваши слова, что ее образ спрятан в одной из ваших книг, с большим интересом рассматриваем. Герейня книжки «Контроль». Блондинка, которая умеет все, танцует, бегает кроссы, знает единоборство, планирует и проводит спецоперации. Эта женщина круче миссис Смит. Скажите честно, какая доля там реального образа, а какая вашего художественного воображения? Дело в том, что Татьяну Мадю я встретил в разведывательном отделе штаба Приволжского военного округа. По профессии она разведчица высокого класса, только у нас с ней расхождение. Она считает, что я не должен о нашем прошлом никому рассказывать, не должен об этом писать книги, что наша профессия такая, согласны мы или нет. Убежали мы или не убежали, мы должны про это помалкивать. Но когда я пишу свои книги, у меня есть снатура, с которой я писываю, немножечко глядя на нее. И мои лучшие книги, конечно, посвящены ей. Если откроете «Аквариум», там только четыре буквы посвящения. Тане. Книга написана очень давно, и самая моя лучшая книга, которую я больше всего люблю, называется «Контроль». Хронологически это вторая книга. Исторически они располагаются так, сначала «Змеиед», потом «Контроль» и третье «Выбор», серия из трех книг. Только трудно представить, что реальную женщину можно подготовить к таким колоссальным нагрузкам, как вашу героиню с «Контроля». И она при этом еще и остается сильным аналитиком и сохранит свою женственность. Мне повезло, у меня такая есть. Продолжение следует...